Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос. Сегодня у нас для вас замечательная, новая, интересная игра. А что же нам для нее будет нужно? В этот раз нам для нее понадобится, как чаще всего и бывает, листочек формата А4, маркер, крышечки от бутылок. Есть одна, которая уже мною украшена в виде рожицы. Есть просто такая крышка. И, как бы это ни казалось странным, нам понадобятся спички. Но спички без коробка и под внимательным взором любящих родителей. В этом случае они никакой опасности для детей не несут. Что же мы будем делать с этим листочком формата А4? А4. Мы его разрежем на карточки. В любом формате удобнее, чтобы они были где-то вот такого размера. Чтобы ребенку совсем не мельчить и чтобы ему было удобно разглядывать изображение. И на этих карточках мы с вами изображаем голову, которая будет выполнять роль, у нас будет крышка выполнять роль головы, да, в этой конструкции, и спички, которые будут изображены у нас на карточке в виде вот таких вот палочек с наконечниками, назовем так. Таких карточек вы можете сделать безграничное количество, насколько вам захочется. В данном случае я сделала несколько для того, чтобы обозначить, какие они могут быть. Сейчас, пока мы будем с вами непосредственно выполнять задание, я покажу, как это будет выглядеть, да, какие карточки, возможно, вам для вдохновения понадобятся. Вот, вы можете делать их любыми, то есть сами собирать конструкции, воображать, как угодно. Здесь эта роль и не играет. Итак, убираем подальше у нас белый листочек, чтобы он нам не мешал, и приступаем к конструированию. Ну, вот первая карточка, которая мне попалась, выглядит вот таким образом. Как должен собрать такую фигурку ребенок? Он начинает с крышечки, да, в данном случае я изобразила мордочку, чтобы было веселей, можно использовать любую кружку любого цвета, это не играет роли, да, это будет такая абстракция. Вот у нас лежит крышка-мордочка, от нее мы начинаем строить туловище, это одна спичка, две ручки и две ножки. Что же при этом происходит, когда ребенок конструирует, что развивается, да, в этой игре? В этой игре развивается нагляднообразное мышление. Ребенок смотрит на карточку, он должен это изображение схематичное с карточки перенести на, вот, на стол, да, в данном случае на стол, на рабочую поверхность, используя подручные материалы, в данном случае это крышка и спички. Мышление у нас в этом обязательно будет задействовано. Также мы развиваем внимательность, то есть ребенок, опять же, смотрит на изображение, смотрит на стол и сравнивает, похоже ли его изображение на карточку, либо что-то нужно в нем поменять. И, конечно же, поскольку у нас есть вот такие вот движения, когда мы берем спички, да, либо там двигаем крышку, вот такие вот щипательные движения, это идет развитие мелкой моторики. В любом случае она нам всегда пригодится, в любом случае она всегда полезна, и ее развитие всегда полезно, поскольку это движение руками, как мы уже неоднократно говорили, влияют на развитие мозга, влияют на развитие речевых зон, что, конечно же, лишним никогда не будет. Ну, посмотрим какую-нибудь карточку, которую можно, я рисовала тут одну из, которую можно усложнить, да, если ребенок отлично справился, справляется с заданием таким, вы можете доставить ему вот такую карточку. Что здесь не так? У нас добавилось еще по паре спичек, да, то есть ребенок изначально, ну вот здесь мы немножко подкорректируем, да, вот так вот ручки у него. Ребенок изначально видит, что палочки вот эти вот у нас, да, собрались, но не хватает чего-то, и он должен догадаться, что нужно добавить в его изображение еще пару палочек, и тогда получится вот такой вот интересный человечек на скрюченных ножках. У нас, как всегда, все просто, ничего сложного для этой игры вам не понадобилось, как вы уже заметили. Карточки. Я буду очень рада, если вдруг у вас появятся какие-то идеи, и вместо веселых человечков вы придумаете что-то еще, что можно изобразить на этой карточке, как модернизировать, да, эту игру, потому что я уверена, что у нас очень много веселых, фантазийных подписчиков, которые могут эту игру добавить, дополнить и как-то улучшить. Мы будем очень рады вашим комментариям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нам это очень приятно. Не забывайте про наш телеграм-канал, там всегда есть что-то новое для вас. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok